всем привет дорогие мои давайте сегодня будем говорить про тело я давно собиралась мыслями именно сделать такой комплексную комплексный подход который могла бы разложить вообще алгоритм свой собственный сразу хочу сказать для тех кто впервые пришел на мой канал это не канал фитнес гура мне 36 лет я практически никогда не страдала лишним весом причем за собой замечаю некие правила некие такие каноны которым я следую в питании в образе жизни в отношении вообще к фигуре если я смогу вам дать советы они поверьте они все истинные они все прошедшие годами опробованные они все они все рабочие я уверена что они смогут помочь его итак правило первое я уверена что вот наше отношение к телу к себе к своей фигуре вот первую очередь заложено в голове именно от этого зависит будете ли вы стройные или будете вы страдать ненавидеть свое тело независимо от того насколько вы худо если вы мало двигаетесь или мужчины в том числе те кто мало двигается они обязательно будут набирать вес то есть иначе что вес будет равномерно по всему телу он может откладывать каких-то определенных местах но он обязательно будет потому как они расходованные калории не не израсходованные набранные лишние в себя загруженные конфеты жирные печеная выпечка им нужно где-то жить да и они будут откладываться в определенных местах как вы можете двигаться элементарно не надо даже загружать какие-либо шагомеры которым сейчас изобилует интернет вы их рекомендую потому что доходит до абсурда что даже за хлебом сходите уже включается шагомер нет любите это дело любите это дело чтобы можно было двигаться с удовольствием ходить перемещаться сюда сразу же вытекает удобная обувь да 10 сантиметровая шпилька это очень женственно и очень сексуально но это на случай красиво постоять или чтобы ваш любимый мужчина мог вас отвезти из ресторана на машине домой и обратно или там куда-то да во всех остальных случаях берите с собой сменную обувь более удобные кроссовки благо сейчас вошли в моду кроссовки под платье это уже такой знаете более здоровый вывод выбор второй мой принцип я делаю зарядку по утрам блин как не банально это звучит но я реально делаю ее каждый день да и и и и и и и и и причем здесь я исповедую принцип я не делаю это там до первого пота так как это делают именно нагрузки в период похудения либо же каких-либо тренировок для меня нагрузка в утренние это возможность размять кости чтобы просто проснуться следующий принцип это питание даже зимой я стараюсь покупать салаты стараюсь покупать свежую зелень и как только начинается сезон салатов я вообще перехожу полностью на салаты а я практически не ем супы и детям варю их мало от чего детям они счастливы потому что я помню меня с детства кормили все за супчиком обязательно в день что-нибудь жидкое горяченькое должно быть это стереотип основанные на нашем питании да на нашей ментальности и если вы даже выезжаете куда-либо за границу вы понимаете что там этих супчиков нет и как-то люди живут и даже стройные да то есть как-то без супчиков они желудки у них работают по поводу зелени по поводу зелени надо сказать отдельно потому как я ее ем пучками действительно я очень люблю всю зелень я люблю очень шпинат я только вот последний год наверное под действием уже интернета ютюба инстаграм и прочих стала делать смузи до этого я просто ее ела просто так у меня на столе всегда тарелка зелени обязательно всегда целлюлит связывают психологически с лишним весом но это не так целлюлит бывает даже у спортсменов целлюлит бывает даже у но там просто имеет такую более жесткую форму спортсменов другой целлюлит бывает даже у девочек подростков у кого их еще особо нет лишнего веса но он так называемый целлюлит отечный целлюлит бывает даже у худых именно вот ну натурально худых людей то есть даже не стройных я имею ввиду да у кого подтянутая тела а именно даже худых людей и вот у нас целлюлит настолько неразрывно связан с понятием лишнего веса что их надо бы немножко тут отделить может быть есть смысл что если вы начнете заниматься своим телом то есть они делать антицеллюлитные программы то вы включитесь в процесс похудения как образа жизни да процесс стройной фигуры как образа жизни я имела ввиду не вечного похудения да вечной погони за похудением а именно красивого и стройного тела как образа жизни все часы как образа семья так что прямо наличие всё процент начальство оно в